Какой вкус у настоящего блокадного хлеба? Специально к 27 января в одной из петербургских пекарен испекли 100 буханок по рецепту февраля 1942 года. Рецептов блокадного хлеба существует несколько десятков. Они все время менялись в зависимости от того, какие ингредиенты были в наличии. В состав хлеба зимы 1941-1942 годов входила ржаная мука, овсяная мука, речменный солод и подсолнечный жмых. Это был последний рецепт, который выпекали только при использовании пищевых добавок. После этого в ход жила даже гидроцеллюлоза. Подсолнечного жмыха, измельченного в муку, по этому рецепту кладут 10%. Его заказывали специально в современной выпечке. Такой продукт не применяют. Еще одна особенность хлеба – закваска из молочнокислых бактерий и дрожжей. Это привычный компонент, но самый сложный в приготовлении. Это технология классическая вообще и используется на современных хлебозаводах. То есть хлеб ржаной, ржанопшеничный, он изготавливается по традиционной технологии, он изготавливается именно на такой закваске. Процесс выпечки хлеба первой блокадной зимы занимает около трех часов. Современное промышленное оборудование для этого не подходит. Технологический процесс 75-летней давности смогли воспроизвести только в петербургском филиале НИИ хлебопекарной промышленности. Хлеб довольно своеобразный, влажный, тяжелый и жмых на зубах хрустит. Но в целом вкусно. Более поздние рецепты с опилками и сосновой корой нашим современникам даже не предлагают. Он настолько суровый, что мы не знаем, как современный желудок, тем более молодого человека, на это отреагирует. Но этот рецепт тот, который мы точно знаем, что ничего страшного не произойдет. Попробовать хлеб, который ели ленинградцы первой блокадной зимой, горожане смогут 27 января. Его будут раздавать на торжественно-траурных церемониях.